В авторитетном американском журнале «Политика» мое внимание привыкла статья, которая называется так «Вот лучший способ иметь дело с Россией – ждать, пока она взорвется изнутри». Написал ее Питер Ельцов, американский ученый с русскими корнями, профессор кафедры международной безопасности Университета национальной обороны США. Статья, убийственная по своему откровенному цинизму, большая. Давайте некоторые открывки я сейчас из нее зачитаю. Итак, пишет автор. В течение последних десяти лет российская угроза занимала главное место в махах американских экспертов в области внешней политики и государственных чиновников. Ну, надо ли нам, американцам, то бишь бояться Россию? Она кажется очень сильной, однако в действительности Россия сегодня значительно слабее, чем империя Романовых или Советский Союз. Самая большая проблема России внутренняя. Эта обширная евразийская страна не смогла создать такую национальную детичность, которая охватывала бы все население. Преданность миллионов граждан России в отношении своего государства является сомнительной. Как антрополог, историк и политолог, я считаю, пишет господин Дельцов, что вероятность всего тикающая часовая бомба сепаратизма взорвется через 10-20, максимум через 30 лет. Почему? Во-первых, и это главное, сепаратистские импульсы внутри России сильны. Как мы видели, во время русско-чеченских войн в 90-е и в начале 2000-х годов, в ходе которых были убиты тысячи людей, сепаратистские движения России могут быть кровавыми и продолжительными. Речь идет в данном случае не только об этнических меньшинствах. Этнические русские, живущие богатые ресурсы Миросибири, а также на Урале и на Дальнем Востоке, несколько раз пытались добиться своей независимости. Ну, вот я от себя спрошу, когда? Гражданскую войну были отдельные, так сказать, Дальневосточные и Сибирские республики. Ну, это именно определялось сходом войны. Во-вторых, пишет автор, российская объединяющая идеология сегодня не имеет той силы, которая была ранее у ее предшественниц в империи и в советские времена. Она представляет собой нестойкую смесь, состоящую из евразийства и представление о мессианской роли России как цивилизации, существующей на своих собственных основаниях и не являющейся частью ни Востока, ни Запада. Ну, довольно спорное заявление. В общем-то, Россия действительно во многом самодостаточная страна с точки зрения природных ресурсов и способности обеспечить свою оборону против любого потенциального агрессора, будь то отдельная страна или какой-то военный блок, я так считаю, по крайней мере. Дальше возвращаемся к статье. Последний аргумент автора. Нынешняя интеллектуальная и экономическая ситуация в России бледнеет в сравнении с той, которая существовала во времена Царской империи и Советского Союза. Экономика страны основана на использовании природных ресурсов и пока нет никаких признаков проведения модернизации. Ну, в этом замечании, скажу я, есть резон, хотя можно во многом поспорить. Ну, что значит, интеллектуальная ситуация бледнее сравнения с Царской империей? Ну да, в которой почти две трети населения были просто неграмотные. Глупое какое-то заявление, согласитесь. А вывод делает автор такой. Мир должен быть готов к развалу России. Наилучшая политика, которую должны проводить Соединенные Штаты и ближайшие союзники, представляя собой комбинацию, состоящую из стратегического терпения и сдерживания. Россия продолжает медленно взорваться изнутри. Для этого не требуется никакого внешнего вмешательства. Напомню, лет 30 отводят существованию нашей страны, по максимуму, этот автор. И это пишут ученые с русскими корнями. Впрочем, они давно, похоже, у него отсохли, потому что не может русский человек так цинично говорить о родине своих предков. Но он, возможно, сам того не желая, честно, выболтал то, какую судьбу пророчит нам Запад. А вот сбудутся ли эти зловещие пророчества, зависят только от нас самих. Давайте об этом не забывать. Ну, не нужно быть правительством, чтобы понять, что главной темой для наших зарубежных коллег, освещающих события в России, стали митинги оппозиции, прошедшие 3 августа. Ну, и до этого еще неделю назад, 27 июля. Очень много публикаций, целая масса. Это главные публикации о нашей стране. Разные аспекты в этих публикациях, разные ракурсы. Но мне очень понравился материал в немецком издании Die Tagesszeitung. Журналист этой газеты, Берфин Классен, побеседовал с политологом Александром Кыневым, одним из идеологов этих процессов. Очень интересным показалось мнение этого политолога и возложение немецкого коллеги. Итак, многие считают ситуацию безвыходной, говорит он. Цены растут, доходы падают, почти нет возможности для развития. Одновременно, внимание, властная элита представляет собой закрытое общество. В ее руках сосредоточены все интересные посты. Между тем, в госорганах и в экономике позиции занимает первое поколение детей постсоветской элиты. У того, кто не принадлежит к этой элите, сегодня еще меньше перспектив, чем 10 лет назад. В такой ситуации даже небольшого повода достаточно для социального взрыва. Мы хотим занимать эти места, отмечает эксперт. Действительно, пишет журналист, причина заключается в том, что сегодня молодые люди живут в абсолютно другой субкультуре и информационном мире, чем властная элита. В своем коммуникативном поведении власть имущая скорее интересуется на старшее поколение, да? И здесь наблюдается культурный диссонанс. А молодежь мыслит глобально. Власть имущая находится в плену консервативного мышления и поведения, то есть традиционных ценностей. А вот молодежь нет. Оппозиция раздроблена, у него нет единого центра. Многие акции 27 июля и 3 августа не были скоординированы. Люди действовали как сеть. То, что даже движение, у которого нет лидеров, состояние выйти на улицу является прогрессом. Однако децентрализованное движение без явных ведущих структур несет в себе и риски. Оно может радикализироваться, указывает собеседник издания Александр Кынев. Вот смотрите, комментируя замечание журналистов о том, что представители этого протестного движения настаивают на проведении демонстрации именно в центре города, в центре Москвы, Кынев отметил. Да, движение принимают в расчет обострение конфликта. Дальше очень важно. Оно хочет показать, что его влияние выросло. Что оно намерено диктовать повестку дня. Оппозиция показывает, что хочет оставить за собой последнее слово. Речь больше не идет о протесте против нарушений, коррупции, воровства, жуликов разных, как пишут наши абсолиционеры. Речь идет о желании участвовать в политическом процессе внутри системы. Что мы видим? Значит так, сынки заняли посты, которые хотим занять мы. Честно говоря, нам не до нарушений. Они воруют вместо нас. Мы хотим быть такими же, как они. Дядя Вася, стетя Маша и прочий российский народ нас тоже мало интересует. Мы хотим взять у них власть для того, чтобы пользоваться ее привилегиями. Вот ответ на вопрос, с чего хотят люди, которые выходят на эти митинги. Ну, по крайней мере, те из них сознательные, да, а не та тусовка, которой нужна просто движуха. И просто зеваки, желающие посмотреть, чем там все закончится. Ну и что, вот такие люди должны переходить в власть? Да мы это видели в Киеве, на Майдане. Прочь коррупционеров, прочь воров пришли еще большие и жуткие коррупционеры, и страшные воры. А за пять лет государство потеряло то, что оно имело. Неужели мы хотим это для нашей Родины? Давайте подумаем вместе. Это публикация в американской газете Washington Post. Написала ее Эмми Фелис Ротман. Эмми, феминистка, кстати, очень известная. Вот, в США. Давайте почитаем. Довольно интересный взгляд на наших женщин, вообще на наши реалии из Америки. Итак. Женщины перешучивались со зрителями, иронизируя на темы менопаузы и того, каково это быть незамужем в современной России. Была даже хохма насчет убийства мужа. Это российский стендап. Стендап-комедия, да? Версия Me Too. Это такое движение на Западе, когда женщины вдруг начинают признаваться, что их домогались грязно. Лет так 40-30 назад. Причем домогались именно люди сейчас известные и состоятельные, и в основном, чтобы срубить с них деньги за это. Прямо целая волна, так называется Me Too, то есть меня тоже. Вот, и теперь эта волна докатилась, значит, до России, считают американцы. Она пишет об этом вот в фестивале стендап, то есть когда выходит на сцену женщина и читает, значит, комические монологи, в данном случае вот на эту тему. И этот стендап проводится в Петербурге уже шестой раз. Во многих отношениях Россия отстает на шаг от феминизма в той форме, в какой его определяют в некоторых частях Запада и других местах. Хотя коммунизм дал советским женщинам ключевые свободы на десятилетия раньше, чем их получили и западные сестры, от права голоса до легального аборта, декретного отпуска, в стране преобладают сексизм и старомодные гендерные стереотипы, пишет Эмми Феррис Роттон. В России всегда виноваты женщины, а мужчины невиновные, замечает в разговоре с американским автором 36-летняя Юлия Ахмедова, которая только что закончила свой тур «Нет-харасменту». Первое женское стендап-представление, которое когда-либо гастролировало по стране. Во время турне Ахмедовой, охватившей 25 городов, которое завершилось в мае, она откровенно говорила о сексуальных домогательствах и депрессии. Обе эти темы в значительной степени закрыты в российском социальном пространстве. Ну, вот ерунда-то, да? Господи, боже мой, неужели мы мало пишем о депрессии, о сексуальном насилии? Ну, почитайте газеты. В нашем обществе, это вот говорит Ахмедова американке, в нашем обществе, если к 30 годам вы не состоите в браке, у вас нет детей, вы полный неудачник. Женщины более старшего возраста благодарят меня за то, что я показываю, что ей после 35 лет жизни есть, и это делает меня счастливой, говорит Ахмедова. Ну, честно говоря, никто, так сказать, уж и не говорит, что он неудачник к 30 годам. Но природа, опять-таки, справилась так, что лучше рожать детей, так сказать, до 30 лет, а не 45. Ахмедова, значит, уже сделала успешную карьеру. В рамках традиционистской идеологии, пишет Вашингт-Пост, при президенте Владимире Путине права российских женщин ущемляются как никогда, считает автор публикации. Ну, конечно, в глазах Запада у нас не женщина, скорее всего, а Путин во всем виноват, потому что мы привыкли к этому, да? Дальше она пишет, страна свыкается с частичной декриминализацией бытового насилия два года назад в соответствии с законом, подписанным Путиным. В России единственная вещь, которая шокирует, это изнасилование. А вот в некоторых городах после выступления Ахмедовой к ней подходили мужчины и просили разрешения сделать селфи. Говорит Ахмедова, американки, они хватали меня за руки, говорили, надеюсь, это не считается харассментом, то есть домогательством, да? А потом смеялись. Точка. На этом заканчивается статья американской журналистки и известной феминистки. Вот такой взгляд на Россию и на нашу женщину. Вы с ним согласны? Я нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова